коллеги всем здрасте сегодня будет у нас практическое программирование на самом деле поступила недавно мне интересная задачка я решил с вами поделиться ее решением и так сегодня будем говорить про и нам то есть по про перечисления нос используем специального атрибута который называется флэкс атрибут который позволяет делать очень полезные на мой взгляд штуки ну и в общем то давайте приступать итак для начала что давайте для начала говорим немножечко задач который перед у нас стояла задача стояла следующим образом есть какой-то объект допустим магазин и у него должно быть какой-то режим работы в общем то как этот режим работы должен отображаться помимо того что есть по дни недели есть часы до до обеда и после обеда его в общем то их нужно было отобразить самое простое сделать текстовое поле в него напихнуть понедельник 10 30 14 15 там какой-нибудь цифры поставить в общем то это дает решение простое но но не совсем гибкая для того чтобы рассчитать работает магазин сегодня или нет пришлось много парсить в общем я этой фигней не столмается и сделал все в классах да то есть все шар подразумевает создание классов я эти классно создавал ну и в общем передо мной сейчас linkpad он бесплатный единственное что у меня есть интеллисенс и за него вам придется заплатить но тем не менее это отличная среда для тестов для разработки для проб и в общем там на самом деле я вам настоятельно рекомендую не такие большие деньги на стоит чтобы ее приобрести и так поехали и так раз у нас будет какой-то магазин давайте этот класс создадим назовем его shop и пусть он пока ну хотя нет давайте я сразу добавлю сборку которая называется вот так вот просто мне есть полезный класс я достаточно часто пользую в общем то это удобно давайте покажу тогда что он в этих классах есть не имеет ай-у-ди это был вот так вот и 12 смотрите есть в этой сборке несколько классов первый класс это identity у которой есть просто идентификатор get set как вы видите есть аудита был который наследник от иденти и собственно имеет дополнительные свойства и name it audited был например имеем еще name description ну и как вы понимаете все свойства они как бы такие простые специфичные и во всех сущностях практически используется в общем я это использую чтобы узнали какие свойства у нас есть и тогда давайте вам сразу покажу что у нас на выходе есть var shop равен new shop мы его просто создадим и я сделаю shop сразу dump ну чтобы вы увидели какие свойства у него есть так вот у нас вот такие вот свойства далее если мне потребуется так давайте эту штуку сотру если мне потребуется рассчитывать время то время должно иметь какой-то дэйт какой-нибудь time from time to для этого я создам новый класс который назову ну пусть будет воркинг интервал воркинг интервал у меня будет наследован от айдентити то есть там будет только один идентификатор ну это позволит мне хранить его в базе и подключать его каким-то ну давайте пока пропустим этот момент и сделаем таким образом в старт дэйт и фрон дэйт это нет наверное мы назовем его time span ой time span и это будет time from чтобы нам позволило это управлять и рассчитывать какие-то дополнительные варианты и time span соответственно time to вот таким вот образом теперь раз у нас есть воркинг интервал у нас их может быть несколько ну например 9 до 13 из 14 до 18 соответственно мне нужно придумать какой-нибудь класс пусть будет называться воркинг моды тоже будет унаследован от ну пусть будет давайте пусть будет айдентити не тоже неважно на самом деле от чего унаследован главное какие свойства у него есть так и мне также потребуется здесь какая-то коллекция ну пусть будет лист вот этих вот воркинг интервалов да вот и соответственно воркинг интер валс то есть другими словами у меня в режиме работы давайте тогда сразу этому магазину дадим режим работы у него же один режим работы до 1 и тогда он будет называться воркинг мод и соответственно воркинг мод соответственно здесь мы можем теперь у нашего шопа давайте задаем несколько свойств итак смотрите я создал наполнил какими-то данными тестовыми данными для того чтобы у нас более такой приближенные к реальной было значение всяких свойств и в общем ключевый момент что у нас есть магазин под названием шопа но у него есть режим работы который состоит из двух интервалов с 8 часов до 12 из 13 до 18 ну и в общем я запустил на выполнение и здесь в общем то видно как это собственно грамм выглядит и как с этим можно будет работать соответственно раз у нас есть такой режим в общем что мы можем сделать мы можем посчитать общее время работы или например мы можем рассчитать сколько часов работает магазин то есть когда у нас есть реальные данные реальными типами да то есть так сказать типизированные данные тогда мы ими можем управлять если бы у нас была просто строчка как вы понимаете то это было бы сделать на самом деле очень сложно и так что далее и так раз у нас есть интервалы временные интервалы теперь нам нужно еще как-то в этот режим работы запихнуть ну как вы понимаете день работы другими словами это можно сделать несколькими способами ну например сказать что у нас есть какой-нибудь ну какой-нибудь наверное лист of допустим day names вот day of week это на самом деле встроенный класс в c-sharp в общем-то и нам на самом деле не подходит потому что он давайте покажу из чего он состоит вот day of week имеет перечисление начинается с воскресенья то есть day of week это перечисление и соответственно с соответствии с правилами c-sharp а это 1 0 1 2 3 4 5 6 и в общем это нам собственно гряне как не поможет но в моем случае да то есть теоретически это можно сделать но рассчитывать это на самом деле достаточно сложно то есть если нужно будет допустим там days до какой нибудь сделать days вот так вот get set то таким образом получается мне нужно сколько дней столько раз и добавлять этот самый day of week то есть какие дни он работает теоретически это будет работать но я хочу показать я хочу сделать свой days of week давайте я вот так и назову days of ну то есть во множественном числе days of week и это будет перечисление которое будет иметь атрибут flex get set и сейчас я его буду создавать но я его давайте я вас копирую чтобы не тратить ваше время потому что как я сказал реализация у меня уже есть и выглядит она вот таким вот образом и так я принес воскресенье вниз и теперь у меня это единственное отличие от существующего класса но как только я добавляю flex то есть аппер а атрибут который называется flex это превращается не просто в перечисления перечисления с которым можно делать по битовой операции то есть битва из оперейшнс и это дает возможность складывать дни и это как раз позволит мне вот здесь указать специальным кодом что этот интервал натягивается например на этот этот и этот день или например этот и этот или на все дни или на только на выходные я чуть-чуть попозже покажу это для того чтобы не нам этот стал непосредственно уже прям реальным так сказать флагом да нужно немножечко проделать задать первоначальные значения ну то есть можно задать вот таким вот способом 24 собственно 8 и да и так далее то есть увеличивая их ну а я обычно использую такой подход когда пишу так равно 1 равно 1 равно 1 равно 1 и 5 1 и 1 и снова равно 1 но а дальше применяю вот то есть бобитовое смещение на 2 1 соответственно и 2 есть 34 мне кажется это сделать намного проще чем теперь control когда ну в общем то вот такой вариант и таким образом получается что у меня вот этот вот days of век превратился во флаговую перемены что это дает давайте я на коротком примере ну во первых я здесь пока не буду вот этот выводить наружу я сделаю такую штуку которая позволит продемонстрировать ну допустим вар у меня есть какой-то days давайте days нет все-таки days и я могу сказать что у меня days именно у век пусть равен ну допустим понедельник и я хочу эти days сделать на экран показать вот вы видите у меня сейчас понедельник я теперь могу сказать что у меня days of week на что такое я сегодня не попадаю days of week еще сюда может быть monday ой смысле monday понедельник уже есть давайте сюда добавим вторник вот у нас допустим вторник я нажимаю в 5 и вы видите что у меня уже monday и тюзды есть и я могу сюда еще добавить days увек допустим вэнсдэй но смысле среда и в общем так как вы догадываетесь я могу сказать что у меня есть они все давайте вот так вот скопирую чтобы ваше время здесь у нас дальше четверг и я еще здесь добавлю пятницу и еще и все я всегда ничего не буду больше добавлять и назвать эти дни например week days то есть именно дни недели на что такое и тогда когда я нажму их вывести days 5 меня перечислиться они все то есть в одном расписании я могу указать сразу несколько дней а еще я могу пойти дальше и сказать что у меня есть помимо этого еще дэйс увек ну допустим суббота где она вот она и допустим у меня еще есть соответственно я у нас saturday и это будет санды и это у нас будет дэйли вариант ну то есть все дни и тогда я смогу показать что здесь будет у нас уже дэйли как вы видите у меня все дни а еще я могу показать то есть при задать предопределенное значение и сказать что это у меня будут только например week end week end ну и в общем как вы понимаете вот это вот гибкая структура позволяет как складывать ну вычитать наверно вряд ли потребуется но тем не менее такая возможность есть week end нет end и как вы видите вот они все эти дни и таким образом получается я вот это вот не буду сейчас выводить я закомментирую я могу сделать предопределенно какой-то хелпер которая будет вот эти вот выводить наружу и отдать я вам покажу какие значения при этом отображается я вот так вот сделаю напишу здесь и ну то есть приведу к инту и еще раз вот так сделаем и здесь еще поставлю вот такую штуку теперь это можно выполнить и вот вы видите что мне теперь вместо буквенных значений появились уже непосредственно цифры но и в общем как все и нам и это работает по простому принципу что числа можно переводить его собственно греб значение наоборот и для того чтобы вычислить какое значение будет очень просто если у нас понедельник один тюзды 2 конечно написано 12 то для того чтобы не указать понедельника вторник не нужно 1 плюс 2 будет 3 то есть если я сделаю вот такой вариант давайте и нам парс и сделаем type of days of days of big и значение пусть будет 3 тоже сделаем дом и 5 минут как видите это понедельник и собственно говоря вторник ну и как вы понимаете такой принцип дает достаточно гибкую систему управления давайте я это уберу это оставлю и теперь я смогу добавить некоторые значения вот эти вот уже в существу и working mode мы смотрите так почему у нас у магазина только один режим работы до множе может быть на субботу на воскресенье разные режимы работы теоретически здесь тогда должно быть тоже список как-то я проморгал это и здесь должно быть working modes вот и таким образом мы добавим здесь new лист и здесь сделаем new вот так вот вот и соответственно еще одну такую поставим вот теперь у нас давайте еще раз посмотрим так я комментировал давайте раскомментируем f5 вот у нас получается режим работы есть отлично и получается что теперь мы в этот режим работы можем добавить не только когда он работает но и дейлев векс нет дейлев векс ну пусть будет равен д или пусть он круглые сутки работает и таким образом у нас вырисовывается уже совершенно другая картинка и предположим что он меня работает не дейли а допустим век допустим дэйс работает в это время а когда так давайте контур к дэйс делаю нету так вот хоп да а допустим выходные дни в смысле до выходные дни weekend пусть работает по-другому в общем-то мне собственно говоря ничто не помешает на что такое control c control в ничего не помешает задать другой режим работы для этого же магазина и допустим это будет век векент он пусть работает с 11 до допустим 16 и и все и и до свидания и нажмем выполнить ну вот теперь у нас два режима работы но и теперь какие плюсы это дает но во первых можно сделать какой-нибудь extension давайте давайте я вы немножко чуть позже покажу но для начала я вот предвижу вопрос а как же вот эту вот всю фигню говорить теперь по-русски то есть какой выводить по-русски и в общем есть и у меня такая реализация которая называется колобонга микросервис с корр и там есть и нам helper которыми тоже часто пользуюсь но и для того чтобы эта штука начала выводить мне по-русски мне нужно сюда добавить атрибуты я сейчас их добавлю так вот дисплей дисплей нейм равно нет дисплей нейм равно ну пусть будет понедельник так ну и давайте я наверное все это напишу чтобы ваше время не терять ну вот как то вот так вот все выглядит пока это практически ничего не поменяла но тем не менее я могу теперь использую этот и нам helper вот он он и в общем есть некоторые плюсы в том и чтобы ее использовать во первых она может читать в атрибутах во вторых в атрибутах может быть указано например понедельник запятая понедельник с большой буквы понедельник с маленькой буквы и вот эта сборочка она сможет распознать значение любое из которое попадет но и здесь соответственно мне нужно указать days что такое days of week но и здесь у меня есть парс который я могу взять здесь стринговое значение передать или я же могу взять допустим и спросить дисплей атрибут или вообще сказать покажи мне все атрибуты значение всех и вот так вот если я скажу dump ну вот вы увидите что давайте вот ведь она прочитала атрибуты и собственно говоря вот их показала также могу выпросить выпросить одно значение например вот day of week ну допустим monday ну во первых здесь нужно эту стринг чтобы она поняла что это значение или нет а и нам сейчас посмотрим что она здесь хочет я честно говоря да дэйфик вэлю соответственно вот это вот она хочет и здесь нужен дамп так не хочет она дэйфик а потому что я промахнулся дэйфик дэйфик вот собственно показал понедельник ну и по такому принципу можно как бы спросить сделать собственно гря и другие манипуляции если вам сборка интересно можете посмотреть здесь есть все флаги например то есть я могу сказать дай мне у дэйли все флаги дамп вот и в общем то как вы видите а также видел все флаги но они уже на английском языке ну и в общем что еще наверно нужно показать нужно еще показать следующее так как ну хотя наверно вам вряд ли это потребуется давайте я еще покажу как теперь можно сделать extension какой-нибудь который будет в общем-то как бы хелпером и помогать управлять вот этими вот собственно для режимами работы я скопирую из моей реализации и давайте вам просто покажу вы поймете что можно с этим делать ну во первых у меня вот есть класс статичный класс extension у него есть статичные методы которые get total working hours есть который просто побегает по всем working нодом и в общем высчитывает как раз разницу между началом и концом работы и в общем складывает ее и в итоге выводит и собственно грязь есть еще get working мод который показывает для шопа информацию в общем-то в стринговом значении и ну вот давайте вызову это будет наверное гораздо проще как это будет работать и вот раз у нас есть shop здесь я сам шоп уже выводить не буду я скажу shop get допустим total working hours давайте дамп сделаем выведем ну и так и да вот она посчитала то есть она говорит что у меня есть режим работы здесь у меня сейчас пока не показывается что это день недели какой вернее он показывает на английском языке но ничего не мешает подставить туда вот этот вот трансформер который сделает это на русском языке и давайте еще вот get working мод я получил давайте еще покажу так у нас то начинает мешаться shop . get working мод и еще раз опять и вот она показывает уже понедельник вторник среда четверг пятница интервалы мне почему-то есть не показались давайте посмотрим что здесь не так так интервал в агент кворкин мод от пенту стринг а интервал у меня здесь добавляются как в элю но в общем так дисплей вик вот интервала пент а ту стринг но в общем у меня здесь ту стринг вызывается это тоже на самом деле сделать очень легко есть интервалы давайте покажем вот они интервала нет вот они интервалы чтобы не показывались корректно я сделаю оверайт ту стринг я здесь просто выведу значение как раз фронту и тогда она будет работать корректно и сделать это на самом деле очень просто я сделаю интерполяцию здесь напишу time from и наверное ту стринг и наверно сделаем давайте пока вот так сделаем здесь двоеточие поставлю и еще раз напишу time to это же ту стринг ну а здесь нужно задать формат формат собственно говоря задается очень просто здесь нужно написать часы двоеточие минуты и здесь соответственно тоже самое двоеточие минуты нет минуты нажать f5 ну значит нужно два слышь поставить раз она не сработала f5 да ну вот смотрите теперь у меня сразу видно что магазин давайте вот этот свернем работает понедельник вторник среда четверг пятница со сталькита до скалькита а в субботу со сталькита в общем до сталькита ну и как вы понимаете нет предела совершенства если у вас есть класс и их можно обработать и написать на них бесконечное количество экстеншенов соответственно упрощая и совершенствуя ваш код из пересоздавать переиспользуемые зуемые прошу прощения классы которые возможно и других потом проектах вам потребуется что хотел до вас донести на самом деле можно сделать просто строку поместить туда понедельник с 9 до 13 и потом замучиться вот с этим вот расчетом перерасчетом высчитан парсингом я думаю что вы поняли мою мысль на этом наверно все а вас хочу поблагодарить за то что смотрите всего доброго пишите правильный код и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok